В последние годы мнение многих родителей в вопросе вакцинации детей далеко не однозначно, но всё же большинство за то, чтобы делать прививки и следовать предписаниям врача. Но, несмотря на противоречивое мнение, надо чётко взвесить все «за» и «против» для принятия того или иного решения. Отказ от вакцинации несёт серьёзную угрозу детскому организму, так как со временем он становится мишенью для тяжёлых инфекций. Нужно помнить одно – прививки делают исключительно против тяжёлых инфекционных заболеваний. Единственный способ защититься от тяжёлых инфекций – это прививка. Вакцина. Это какие инфекции? Условно говоря, их нужно разделить на три категории. Это детские инфекции – горь, краснуха, паротит, свинка в народе. Это полиомиелит, это ветрянка. Есть все возрастные инфекции – это туберкулёз, это гепатит вирусный, это столбняк и это грипп. Это все возрастные. Есть региональные инфекции, допустим, плечевой энцефалит. Вот от этих тяжелых инфекций, от которых и лечения-то нет, и которые, как любая инфекция, могут протекать в тяжёлой форме. И со страшными осложнениями, я повторяю, единственный способ уберечься от этих тяжёлых инфекций – это вакцина-профилактика. Несмотря на современное общество и развитие медицины, следует помнить одно – тяжёлые инфекции никуда и не исчезали. Они могут проявить себя в любое время. Но благодаря вакцина-профилактике они не представляют опасности для привитого человека. Если говорить о самой вакцине, то это ослабленная бактерия или вирус. После привития в человеческом организме начинает формироваться иммунитет. Следует знать и то, что существует незащищённая категория населения, которая не подлежит вакцинации. Это беременные женщины, младенцы и люди с иммунодефицитом. Их можно защитить только если основная часть, а это не менее 74% населения, вакцинированы. Почему важна прививка, особенно женщинам? Это же будущие роды, это же беременность. Она передаёт антитела своему малышу, если он на грудном вскармливании. И до шести месяцев дети, как правило, вот этими тяжёлыми инфекционными болезнями не болеют. И все они на грудном вскармливании. Поэтому, особенно девочек, надо прививать. Несмотря на то, что многие настойчиво отказываются от прививок, это их право. Но всё же большинство родителей за профилактику и предупреждение болезней. «Если у ребёнка нет медицинского отвода, то необходимо прививаться. Ребёнка необходимо уберечь от инфекционных заболеваний. А это можно только благодаря вакцинации». То, что необходимо прививаться от тяжёлых инфекций, знают многие дети. Элина Чочиева пришла со своим братом и сестрой на плановую вакцинацию и знает, что она необходима. «Человечество прививается на протяжении многих лет, спасаясь от тяжёлых инфекционных заболеваний, которые могут привести к бесплодию и уросту, патологии и серьёзным осложнениям. Но сегодня, отклоняясь от вакцинации, современное общество подвергает себя опасности и, по сути, возврату в прошлое, когда болезни уносили в жизни сотни тысяч людей». Спасибо.